здравствуйте дорогие друзья обломала я все свои колиусы но не все такие красивые веточки повыломала самые такие сорта красивые и поставила их букетами такие уже огурцы уже все но не еще пыжатся вон с огурчиками висят заморозка у нас так и не было но сегодня был такой как бы пасмурная такая ночь ветер надвигается на нас большой циклон вербеном он вообще классно они вообще он цветут их я даже не заношу и брать скорее всего буду из них черенки и они кстати хорошо доходят отлично такие толстые они стволы поставила вот в огуречную теплицу тут тоже уже все страшненько закрыты огурцы я не спасаю потому что нет смысла ну то есть уже на них никакого спроса нет это базилик висит такой страшный вы такие букеты из колиусов вот это вот карликовые сорта такие маленькие низенькие маленькой емкости такие высокие и вот еще колиусы вот это у меня георгины георгины потрепало немножко на улице поэтому я их занесла хочу с них все-таки взять вот такого плачевного кустика вот есть несколько веточек более менее приличных живых хочу выбрать черенки но кроме того она здесь стал немножко приходить чувство вот этот сорт я хочу взять но не только этот все три все четыре то есть арт сорта хочу взять череночки они как и полагается осенним цветом вот только расцвелись вот такой букетик красивый емкости у них по 10 литров такие красотки это у меня перец вторым рейсом который перцу хорошо там он сколько перчиков наросло какой шикарный даже один подвязала сейчас пойду перебирать картошку вчера выкопали картошку ходила за скамеечкой не могу пройти я мимо этой гортензии посмотрите она прям порозовела уже и вот эти верхние соцветия стали розовенькими нежно-розовые сегодня ветер такой холодный ветер красивая штука это мы засыпали новую теплицу папа не может без музыки здесь музыка у него очень поздно уже вчера закончили засыпали в угол все сейчас все это дело распасуем переберем такой вот у нас получился угол вот этот камаз картошки надо будет нам сейчас перебрать рассортировать по фракциям ну в принципе картошка неплохая всегда хочется больше лучше все работаем вот работаем мы перебираем смотрите хочу показать как я делю на фракции вот это крупная это крупная ровненькая чистенькая картошка которая без всяких признаков повреждений каких-то в общем очень чистая и красивая вот это мелкая та которая пойдет на корм скоту она может быть вот всякая корявенькая это для скота вот это у меня ведерко с семенной семенную фракцию я отбираю только те картошечки которые вот сами чистенькие видите на них земля как бы даже и не прилипла то сильно это говорит о том что вот такие картошечки они здоровые на них даже грязь не липнет они как бы ее отталкивают и вот только такая очень красивая заслужен заслуживающая особого доверия картошечка ложится в семенное ведро еще попадаются вот такие картошечки которые частично бачок у них зелененький это ничего такого это не солонин ошибочно считают что позеленевшая картошка она уже ядовитая да нет это не ядовитость это всего лишь хлорофилл который образовался под кожицей картошки то есть вот этот клубенечек был так недалеко от поверхности почвы и он начал работать как листик и стал фотосинтезировать и этот клубенечек стал получать питание не только через листву и через корневую систему но и напрямую от солнышка ну поскольку этот клубенечек образовался совсем недавно и он очень здоровый это совсем молодые ткани поэтому такие клубеньки с зеленоватым бачком пусть даже они вот такие маленькие я все равно ложу в семенное ведерко ну вот такой дождь у нас пошел я только зашла в теплицу и дождь пошел погода вчера была очень хорошая солнечная такая теплая поэтому мы работали хорошо и дружненько и сделали целый огород прям аж не верится вот есть такие варианты когда клубень он как-то треснул видимо от того что не было не было влаги а потом раз и дожди пошли и клубни не выдержали но таких клуб появляется очень мало такие мы ложим они как бы крепенькие здесь вот прошло опробковение вот этого слоя трещинки они тоже будут храниться но мы конечно такую товарную картошку их не ложим мы их откидываем сразу на форм скоту по размеру фракции подбираем все что такое более менее приличное красивенько все идет крупную потому что потом из этой крупной можно выбрать и собакам и поросятам можно выбрать эта картошка на долгое хранение и также на реализацию а вот эту мелкую это она побыстрее она будет скармливаться поэтому сюда уже самые меленькие в этом участке у нас на этом огороде был один сорт картошки только коротоп поэтому я так смело отбираю семена любую картошечку выровненные посадки были и по внешнему виду каких-то там особенных гнилых кустов нет поэтому мы берем ровно со всего участка семенную картошку и не боимся ничего посадки одновозрастные то есть этим этому семенному картофелю который мы нынче садили ему было пять лет от момента его оздоровления от элиты это получается пятая репродукция была поэтому урожай еще нормальный только нас погодка подкачала было очень сухо поэтому получился не очень крупный картофель ну очень сорт мне нравится он вкусный вот этот коротоп он желтенький снаружи внутри хорошо разваривается обычно его любят покупать те кто обожают значит делать картошку толченку либо чтобы супе картофель хорошо разваривался вот такие вот блюда из него можно готовить в жарке конечно он слишком разминается жарится он неровно ну то есть он такой как сказать рассыпчатый слишком поэтому этот сорт годится вот самое на толченку на пюрешки там на всякие такие блюда ну все достоинства его я вам рассказала из недостатков можно сказать что он поражается бактериальной гнилью но это в основном проблема в хранении и поражается он большей частью сухие годы я вот поэтому от предполагаю что нынче хранение будут некоторые моменты по бактериальной гнили фитофторы у нас нет совсем нынче потому что она не успела завестись это заболевание которое возникает именно в холодное такое холодную погоду сырую и разносится с капельками дождя сначала с листиков потом попадает почва потом уже поражает и клубни но до фитофторы дело не дошло потому что мы перед копкой скосили ботву и все вся посадка хорошенечко проветривалась ну и в общем то она не успела еще даже у нас развиться потому что после тепла у нас внезапно стало холодно нужен такой затяжной долгий период холода поэтому по заболеванию у нас более-менее проблемы нет ну только ожидаемо будет вот бактериальная гниль но с этим справиться не так сложно при очень тщательно перебирать картофель сейчас и все будет нормально ну что ж мы начинаем то есть продолжаем работать вам всем хороших урожаев на всей нашей огромной территории страны кто-то уже копает кто-то уже выкопала кто-то вообще ничего не садил но всем вам вкусной картошки всего доброго до свидания спасибо 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 спасибо